И благодаря моему способу у вас всегда будут вот такие взбитые белки. И будет вот такой классный рецепт. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я очень люблю готовить. И я знаю, что каждый, кто хотел сделать какой-то вкусный рецепт, сталкивается с таким вопросом. Как правильно и легко взбить яичные белки? Везде очень много четких рекомендаций, как это лучше сделать. Но я помню по себе, что когда я начинаю взбивать белки, у меня 3 раза из 5 ничего не получается. Хотя я делаю все так, взбиваю до рыхлости снега, до чего-то еще, добавляю частями сахара или сахарную пудру, беру белки и холодные, и теплые, но абсолютно ничего не получается. Почему же так происходит? Дело в том, что когда мы читаем описание, как правильно взбивать белки, человек уже это делал много раз, и он знает, до какой стадии нужно взбить белки, чтобы потом добавлять сахар. И мы эту стадию с первого раза никогда не сможем угадать. Из-за этого белки получаются или недовзбитыми, или перебитыми, и они будут расслаиваться и не держать форму. Сейчас я покажу самый простой способ, зная который, у вас всегда будут идеальные взбитые белки. Это так же просто, как будто вы нажимаете на кнопку для кофе, и у вас через 2 минутки выбегает настоящий натуральный вареный молотый кофе. Это все очень просто. Сейчас я отделяю белки от желтков. Так же новички сталкиваются с вопросом, какой температуры взбивать белки. Половина всех шефов говорит, взбивайте белки очень хорошо охлажденными, а половина говорит, берите комнатной температуры. И каждый раз мы не знаем, что нам делать, и каждый раз мы не знаем, правильно мы ли сделали, и почему наши белки плохо взбились. Все это чепуха. Берите белок или холодный, или теплый, комнатный, какой у вас есть. И благодаря моему способу, у вас всегда будут вот такие взбитые белки. Все мастера в один голос кричат, никогда не смешивайте просто белки и сахар перед тем, как взбивать. Я же вам скажу наоборот. Возьмите белки и смешайте их с сахаром. И будет вот такой классный рецепт. Сколько добавлять сахара? Для этого нужно в 10 белки. 224 грамма. Берем сахара ровно столько, сколько у нас белков, но процентов на 5-10 меньше. То есть я возьму 200 грамм сахара. Сейчас все меня проклянут на кухне, потому что нельзя смешивать белки с сахаром. В этом и весь секрет. Благодаря тому, что я буду взбивать белки одновременно с сахаром, белки получатся более компактные, пузырьки воздуха в белках будут очень мелкие, пенка будет устойчивая, и это все намного проще. Не нужно нам регулировать обороты, сначала, потом добавлять сахар. Я просто вылил все в дежурь. Кремовзбивалки и включаю. Такое количество белков я буду взбивать не меньше 10 минут. Я включил и занимаюсь другими делами. Прошло 22 минуты. Вот. Вот это и есть хорошие взбитые белки. 224 грамма белков и 200 грамм сахара. Посмотрите, какая густая, плотная пена белков получается. Без единого усилия с моей стороны. Я просто все смешал. Знаете, какая она плотная, обалденная. Теперь можно сделать из нее и меренги, и использовать для других вещей. Если в рецепте, который вы используете, сахара больше, чем мы добавили, то тогда весь остальной сахар, больше 90% от веса белка, нужно добавить в виде сахарной пудры уже вот в этом состоянии, на этой стадии, когда белок полностью весь взбитый. Вот. Весь этот белок можно переложить, и можно, и нужно переложить в кондитерский мешок, отсадить через красивую, большую звезду хорошие звездочки, и высушить их при температуре 100 градусов. Получатся обалденнейшие, супер вкусные меренгочки. Посмотрите, какое оно все отличное, плотное. Вот. Такого качества белка у меня никогда не получалось достичь, если бы я взбивал частями. Я никогда не могу угадать эту рыхлость снега, или еще чего-то, или мы добиваем до творожности, и уже белки не держатся. или что-нибудь еще. Гляньте. Глаз. Нет, уйди. Дурбэцова. Тебя я хотела там сделать. Не-не-не-не-не... ну как ты понял как это морде в торт ты мне прям класс а ты очень вкусный друзья в любом случае это классно беренга обалденная посмотрите какая она хоть у нас оператор и веселый белок получился супер сейчас это все мы отправляем в духовочку на температуру 100 градусов и сушим все что я хотел показать это самый простой способ как классно взбить белки вся фишка в том что здесь как раз столько сахара что она не приторное но в то же время сама у текстура у белка гляньте какая хома и класс все настолько великолепно если вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ссылочка вот здесь внизу здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните что я всегда вам показываю самую настоящую правду как легче проще и лучше всего сделать самые обалденные рецепты все ночи иди мы тебя кремиком угостим это маска для лица годится от морщин а а л а Продолжение следует...